Друзья, добро пожаловать во второй выпуск NG News, ну а дальше как пойдет. И сегодня речь о новом моде от Tesla 6 под две дрипки. Хотя, чего еще можно было ожидать от любителей последа? О том, что случилось с компанией Kennedy Enterprise и почему они стали выпускать спиннеры? Немного о новых продуктах от компании Desire, а именно о китах меха с RDTA-шкой. Плюс немножко о новой дрипке от компании Desvish Mods. После Invader 3, варивольта на 240 ватт, чего можно было ожидать от компании Tesla 6? Конечно же, последа. На этот раз была позаимствована уже старая идея, где в одном моде совмещено две дрипки. 23 мая компания Tesla 6 продемонстрировала в своем инстаграме новый продукт Biturbo MEC. Вы только представьте себе юзабилити этого девайса, где чтобы попарить, вам нужно заправить сразу же две дрипки. Хотя, оказалось не все так плохо, как мы успели подумать. В Biturbo MEC, как бы это тупо не звучало, но установлена плата, которая отвечает за включение-выключение девайса, контроль сопротивления и выбор активного канала. Да, здесь есть два активных канала, которые вы можете использовать как по отдельности, так и два одновременно. Для того, чтобы можно было дуть одновременно из двух дрипок, для этого в комплект положили специальный переходник для дриптипов. Мод будет поставляться с двумя дрипками, оснащенными велосити-стойками и имеющими диаметр в 25 мм. Я давно хотел себе подобный мод, и я надеюсь, что я не забью на эту идею, и скоро у нас на канале появится обзор на этот девайс. Как бы мне грустно не было это говорить, но компания Kennedy Enterprise представила в свет вместо новой, либо обновленной Kennedy RDA, как вы думаете, что... Правильно, спиннеры. Спиннеры захватили весь мир и сделали это так быстро, что их скорость захвата мира можно сравнить разве что с тем же Pokemon Go. От этой штуки просто невозможно избавиться. Ее, знаете, можно сравнить разве что с пакетом семечек, который вообще невозможно прекратить утилизировать ровно до тех пор, пока он не опустошится вообще на все 100%. Вот со спиннерами примерно та же самая ситуация. Эта штука просто у вас из рук, ну, не улетает. Точнее, она улетает постоянно, но она возвращается, и вы дальше продолжаете это крутить. Причем, самая главная проблема всех этих спиннеров заключается в том, что раздражаете вы как раз окружающих вокруг себя. Когда вы сидите и делаете вот это, вы просто не представляете, как это тупо со стороны выглядит. Вот примерно как-то так. Kennedy Vapors запилили свой спиннер с дико конским ценником, который составляет от 90 и заканчивается на 500 долларах. На 500 долларах, Карл. Но Kennedy не единственный, кто пилит мега дорогие спиннеры. Первыми в этом деле были комплайфы, чьи спиннеры не особо отличались по конструктиву от китайских аналогов, а имели интересную обработку металла и интересный дизайн. И при этом они тоже стоили порядка там 120 и вперед туда. Так вот, Kennedy отличились своим конструктивом. Внутри лепестков установлены металлические шары, которые разъезжаются во время вращения под действием центробежной силы. Что в теории будет давать вам около 1500 миллионов оборотов в минуту. Эта штука будет доступна в латунной, стальной, позолоченной и стерлинговой расцветке. Собственно, конечно же, это будет мечта каждого школьника. Но в любом случае разнообразие это хорошо. Компания Desire, известная своей дрипкой Mad Dog, продолжает штамповать девайсы и выпускает свою версию, точнее свое видение механического мода вместе с RDTA. Это будет очередной кит. Ориентировочная стоимость этого кита будет составлять 70 долларов, а на сегодня показан только один красный цвет. Ни конструктива кнопки меха, ни конструктива стоек, либо жижеподачи в RDTA не показано. Хотя, судя по куполу этого девайса, можно вангануть, что стойки будут точно такими же, как и в Desire. Они разве что что-то допилят относительно жижеподачи и, скорее всего, немножко по обдуву. А вот уже по кнопке мода тыкать пальцем в небо я не осмелюсь. Меня очень порадовала выемка на девайсе, ведь у него будет очень удобный нижний хват. Мне очень нравится компания Desire, а конкретно их дрипка Mad Dog, и я на самом деле надеюсь, что их новый продукт сможет составить конкуренцию флагманам других брендов. Помните компанию Desvish Mods, которая выпускает очень крутые и очень красивые моды Crossbane вместе с Unholy? Еще с такой очень крепушной упаковочкой в виде гробика. Так вот, эти ребята решили расширить свой ассортимент новой дрипкой, с очень интересным конструктивом обдува и стоек. Новую дрипульку Death Trap вполне себе легко можно отнести к этому разряду дрипок, которые называются мечта коилбилдера. Ведь диаметр этой дрипки будет составлять 30 мм, а ключевая особенность заключается в том, что стойки отодвинуты в одну сторону, а другая сторона, то есть 3 четверти всей площадки, это просто место под коилбилдинг. Дриптип у нее полностью состоит из ультема, который абсолютно не греется, и вообще это самый правильный на сегодня материал для изготовления дриптипов. Конечно же, она не подойдет под классические механические моды на Одинокум, но на всяких бокс-модах это будет просто лютая печка. Представьте только, какой билд туда можно будет заинсталить. Цена на Death Trap будет составлять около 80 долларов, а доступна она будет в трех цветовых решениях. Это сталь, медь и черная версия. На этом у меня все. Ставь лайк, если тебя тоже смущают люди со спиннерами, ведь от них можно ожидать чего угодно. Пока!